Сегодня 23 марта. Славянский район отмечает светлую и одновременно скорбную дату в истории нашей малой родины – 74-ю годовщину со дня освобождения станицы Славянской от немецко-фашистских захватчиков. Уже минуло более 70-летий с той поры, когда отгремел салют, возвестивший о победе советского народа в Великой Отечественной войне. Но память вновь и вновь возвращает нас в огненные военные годы. 11 августа 1942 года территория станицы Славянской была оккупирована фашистами. Нашим землякам предстояло пережить семь месяцев фашистской неволи. Навсегда останутся в истории те далекие дни конца февраля – дни начала освобождения Славянского района. Первым был освобожден хутор Деревянковка, затем и другие хутора Забойского поселения, позже – станицы Петровская и Черноярковская. И 23 марта 1943 года, сломив сопротивление противника, советские защитники 295-й и 389-й стрелковых дивизий к 9 часам утра полностью освободили станицу Славянскую. На месте форсирования реки Протоки в 2005 году был установлен мемориальный знак воинам-освободителям, около которого 23 марта ежегодно проходит митинг памяти, открывающий череду праздничных мероприятий. Почтить память героев, отдать дань уважения великому подвигу солдат-земляков собрались ветераны-освободители, жители города, школьники и студенты, представители городской и районной администраций. Место митинга остаётся неизменным. Каждый год мы собираемся здесь около памятного знака, чтобы вновь и вновь поблагодарить наших ветеранов за победу. Почтить минутой молчания – светлую память погибших солдат. Мы все с вами знаем, что именно отсюда на Славянскую землю пришёл долгожданный мир. Чувство гордости и чувство горечи о погибших товарищах каждую весну приводят ветеранов Великой Отечественной войны в тот же день, в тот же час к памятнику воинам-освободителям станицы Славянской. У каждого из ветеранов своя война, своя история. У каждого из них за плечами долгий путь – бои, потери, победы. Один из тех, кто не понаслышке знает, как освобождали Славянский район, ветеран Великой Отечественной войны Николай Фёдорович Стехненко. «Дивизия 295-я, стрелковая. Подошли мы к протоке 11 марта войсками. С 11 по 22 готовились к штурму, и 22-го пошли в атаку. Форсировали протоку, вошли в город. Немцы бежали. Станица была освобождена». В дни оккупации погибли более 500 мирных жителей. В боях за освобождение славянских земель пало более 8,5 тысяч человек. Об этом нельзя забывать. Тех, кто не вернулся с войны, тех, кто не пожалел своей жизни для родины, почтили минутой молчания. Затем к мемориальной стели все присутствующие возложили цветы. Ну а после на воду реки протока был спущен венок в знак вечной скорби и памяти обо всех павших за нашу малую родину.